Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники, и дорогие участники нашего конкурса. Сегодня мы видео посвящаем нашему конкурсу и нашим конкурсным томатам. А почему? Потому что пришло время производить пикировку посаженной, больше уже трех недель прошло рассады, поэтому она уже достаточно подросла, как вы видите, она уже крупненькая, и настало время расселять ее по отдельным емкостям вот из этого посадочного ящика. Но предварительно хочу немножечко рассказать о конкурсных томатах и о том, что получилось на сегодняшний момент. Часть томатов была посеяна в общую посадочную емкость. Видите, что получилось. Они все это время находились под искусственным освещением, то есть именно просто под фитолампами. А часть томатов от гордой застолья мы посеяли в отдельные посадочные емкости и поставили на солнечный свет, то есть на солнечное освещенное окно под обычные светодиодные лампы. Разницу в рассаде вы видите. И, в принципе, может показаться, что вот эта мощная такая крупная, на самом деле все-таки она переросла, то есть света ей не хватило. На самом деле вот эта рассада, вот такая маленькая, низкорослая, с толстыми ножками, она все-таки сейчас в более хорошем состоянии для выращивания, потому что вы понимаете, что расти этим томатом еще целый месяц. То есть и за месяц вот эта рассада, она будет просто очень крупных размеров, ее сложнее будет сажать потом в грунт. Хотя, в общем-то, ничего катастрофичного в этом нет. Если вдруг ваша рассада переросла, не беда. Есть определенные приемы по посадке переросшей рассады, и мы потом вместе с вами все это вновь проделаем. И к тому же обращайте внимание на наши видео, которые уже в достаточном количестве есть на нашем канале. Посмотрите, как правильно выращивать рассаду, все это уже говорилось, как правильно потом высаживать ее в грунт. И я думаю, что вопросов у вас уже не возникнет. А сейчас мы обращаем внимание только вот на наши конкурсные томаты. И будем сегодня пикировать их. Еще хотелось бы попутно отметить, что чтобы все-таки рассада ваша не перерастала, проводите щадящий полив. То есть вот что я конкретно делала вот с этой рассадой? Да практически ничего. То есть вот я посеяла, поставила на очень хорошее освещение. И, в общем-то, только щадящий полив. То есть вот вы видите, вот этот томат, вот, у него земля сейчас, вот как вы видите, немножечко подсохла. И кажется, что вот нужно его начать уже поливать. Нет. Если немножко, вот буквально чуть-чуть, вот я палец заглубляю внутрь, у меня палец, он сырой. То есть вот я чувствую, что там сырая земля. И поливать я его буду только завтра. Тургор у листьев хороший. То есть томату вполне достаточно сейчас влаги. И лишнее ему будет только во вред. Вот очень вам советую все-таки не слишком пестаться, что ли, с вашими томатами. Если вдруг вот земля подсохла, не надо прям сразу бросаться бежать, поливать это все. Ничего страшного с ним не случится. Это будет только на пользу. Иначе придется, может быть, применять какие-то средства, которые будут сдерживать рост томатов. Это, ну, зачем, в принципе, лишнюю работу проводить, если можно самыми обычными способами это сделать. Просто сократить немножечко полив. Пикировку я буду проводить частичную. То есть все томаты удалять из этого посадочного ящика я не буду, потому что глубины его достаточно для того, чтобы корневая система развивалась. Просто нашим томатам стало тесновато в этом ящике. И чтобы они друг другу не мешали, мы сейчас их распикируем в отдельные стаканчики. По поводу посадочных емкостей. Можно взять, опять же, небольшие стаканчики, но с условием потом дополнительных подкормок, или, может быть, перевалки потом в большую емкость, как получится. Или можно взять стаканчики побольше, если места у вас достаточно для того, чтобы их все хорошо разместить под хорошим освещением. Предварительно в стаканчиках сделаны дренажные отверстия. И вот немножечко просто насыпан грунт. И сейчас мы приступим к самой пикировке. Для пикировки можно использовать любые инструменты, которыми работать вам с руки. То есть то, что вам удобно, то и берите. Можно какие-то специальные инструменты для пикировки. Какие-то вот их сейчас много в магазинах. Или наша обычная столовая вилка, тоже незаменимый инструмент в садоводстве. Ей потом можно очень хорошо и прополку проводить. И в данном случае можно тоже очень хорошо использовать для пикировки. Предварительно я вчера провела хороший полив этой рассады. Почему вчера? Ну, чтобы просто земля немножечко... Ну, не была такой сильно увлажненной, если вот пролить ее сразу перед пикировкой. Лучше предварительно заранее это сделать. Вот крайний томат я его оставлю в этой емкости и просто потом досыплю землю. А рядышком томатик я сейчас аккуратно отсюда извлекаю. Так, вот томатик. Он прекрасно отсюда был извлечен. И мы можем спокойненько поставить его в новую посадочную емкость. и досыпать грунт по краям. Аккуратненько. Вот он очень хорошо стоит. Не бойтесь, что какие-то корешки вдруг повредились. Ничего страшного. Томаты, в общем-то, вообще очень пластичные, очень благодарные растения. Они прощают нам очень много наших ошибок. И все равно потом одаривает нас замечательными плодами. Но лучше, конечно, ошибок не допускать. Вот сейчас мы пересаживаем с вами томат Любаша. Вот он такой славный. Не очень высокий. Как раз такой, чтобы вот за месяц вырасти, окрепнуть и быть готовым к тому, чтобы его спокойно высадить в грунт. Сейчас мы этот томатик прольем водой. Я думаю, принцип частичной пикировки понятен. То есть вы видите, расстояние между вот этими растениями уже, да? Оно намного больше, чем было. И места им сейчас будет вполне достаточно. А на то место, где у нас образовались ямки, мы просто досыпаем грунт. И вот эту работу нужно будет проделать просто со всем вот этим ящиком. У нас получится часть томатов в отдельных емкостях, часть томатов останется пока расти в этом посадочном ящике. На сегодня я хотела бы с вами проститься. И единственное, хотелось бы еще небольшое обращение к участникам нашего конкурса. Не слишком увлекайтесь экспериментами. Нам, конечно, очень интересно читать ваш опыт и результаты ваших экспериментов, которые вы проводите вот с вашими конкурсными томатами. Но не забывайте, интерес интересом, а вы работаете на результат. Вам нужно получить хороший урожай, который будет очень хорошо оценен и в денежном выражении тоже. Поэтому успехов вам с вашими конкурсными томатами. И всего вам самого-самого доброго. И, конечно же, если вам понравилось сегодняшнее наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.